Уважаемые коллеги, в этом блоке мы уделим внимание такой важной функции педагога, как программно-методическое обеспечение. Новая реальность, современные тренды и тенденции, необходимость быстро реагировать на меняющиеся условия остро ставят вопрос создания цифровой информационно-образовательной среды для педагогов. И внедрение современных цифровых инструментов информационно-методической работы и желаемой перспективы для развития стало нашей новой реальностью. На сегодняшний день все мы являемся активными пользователями интернета, что позволяет широко использовать это пространство в педагогических целях. Из последующих роликов вы узнаете об опыте цифрового методического сопровождения по приоритетным направлениям. Также мы рассмотрим возможности образовательного портала для педагогов Эдухакс и цифрового методического кабинета как современных инструментов развития. Добрый день, я Наталья Мушкова, куратор программы «Наставничество». И в эти 10 минут я постараюсь рассказать вам о том, какие цифровые инструменты могут быть полезны кураторам при внедрении целевой модели. Итак, начнем мы с небольшого погружения к теме наставничества. В 2019 году приказом Министерства просвещения была утверждена целевая модель наставничества для обучающихся в общеобразовательных организации и организации дополнительного и среднепрофессионального образования. Согласно данной модели, педагоги и учащиеся от 11 до 18 лет должны быть вовлечены в практику наставничества в формате наставника и наставляемого, предложенные в этой модели. Летом 2020 года в Санкт-Петербурге комитетом по образованию был утвержден список школ и учреждений дополнительного образования, которые будут участвовать в этом году учебным в пилотном проекте по внедрению целевой модели наставничества. Вот среди таких учреждений оказался наш двоец. И сейчас документы вы увидели на слайде, я бы хотела вам представить, как структурно выглядят те процессы, о которых мы сегодня поговорим. Есть куратор как управленец, он является руководителем процесса, создает все необходимые организационно-методические, педагогические условия, выполняет для этого все свои функции руководящие. Вот если кратко оценить, то какая его задача? Организовать взаимодействие со всеми участниками этого процесса, а также с теми, кто еще не участвует, но может быть вовлечен в различные другие сообщества. И остановиться подробнее во всем этом процессе я бы хотела на трех функциях. Во-первых, это планирование, во-вторых, организация, в-третьих, контроль. Вот они, те три функции. И на этапе планирования, что мне кажется, важно учесть? Важно учесть составление конкретного плана мероприятий. Особенность в том, что это должны быть различные группы участников, педагоги, дети, какие-то внешние люди, скажем так, работодатели и так далее, интересные с точки зрения программы наставничества. Второе, это информирование участников программы и широкой аудитории о всех тех процессах, которые будут происходить в организации образовательной и привлечении интереса к этому процессу. Обеспечение доступа к информации о предстоящих мероприятиях и активностях и получение обратной связи участников программы. Вот это то, что необходимо, на мой взгляд, на этапе планирования. На этапе организации я считаю важным обеспечить взаимодействие, куратору обеспечить взаимодействие между участниками в очном формате и сейчас очень актуально до сих пор еще в дистанционном формате, то есть выбрать те инструменты, которые будут полезны. Обеспечить единую информационную площадку для взаимодействия всех участников программы и обеспечить обмен и хранение данным, потому что в процессе иностранничества появляется очень много материалов, документации, практик, которые необходимо где-то хранить. Это тоже большая важная часть. На этапе контроля, мне кажется, важным учесть возможность оперативного сбора информации, постоянного доступа к важной информации и возможность простого и быстрого анализа. Может быть, поначалу кажется немножко непонятно, говорю одними абстракциями, но сейчас мы начнем с вами разбирать на примерах, и все вот эти вещи станут гораздо более понятными. Под каждой из этих функций сейчас на слайде вы видите иконки тех цифровых решений, которые, на мой взгляд, достаточно известны, в определенной степени просты, удобны и, ну, скажем так, не занимают много времени для использования. Некоторые из них мы обсудим сегодня, некоторые более полно представят мои коллеги. Отмечу, что целью выступления является не столько презентация самого этого цифрового продукта, сколько обсуждение его возможностей для выше обозначенных задач. И сейчас я предлагаю вам уже перейти к конкретным примерам и рассмотреть эти три функции. Начнем мы с функции планирования, и, безусловно, одна из самых важных функций, я уверена, что залог успешной работы куратора – это качественное планирование. И хотим мы того или нет, но сегодня приходится уделять длинную долю времени именно этим процессам, потому что важно учесть интересы всех участников программы и для каждого из них спланировать маршрут поддержки их наставничества. Поэтому внедрение цифровых планировщиков – вещь, мне кажется, строго обязательной. Одним из самых удобных в этом отношении для меня является Google Календарь. Он позволяет собирать всю нужную информацию в одном месте. Вы создаете мероприятие, обратите внимание на примере консультации, сейчас она открыта, и тут же можете разместить ссылку на видеоконференцию, если это будет онлайн мероприятие, здесь же можете размещать ссылки на формы регистрации, прикреплять презентации необходимые материалы, таблицы, доки, книги, что угодно. А главное, вы даете доступ к вашему календарю один раз участникам программы и уже забываете о рассылках бесконечных этих, до мероприятия, после мероприятия и так далее. Система сама напоминает вам о том, что скоро состоится какая-то активность и поможет наглядно отразить наложение графиков, если вдруг вы понимаете, что в этот момент вам нужно быть в двух, трех и так далее местах. Таким образом вы получаете не только инструмент планирования, но и инструмент организации. И здесь еще хочу отметить, что очень удобным является, что также вы можете подкрепить, интегрировать другие календари, да, вот здесь для взаимодействия с Центром наставничества АПО, который тоже использует такой же формат, очень удобно, что я один раз включила их календарь, свой календарь, и все, уже могу просто одной галочкой отражать все мероприятия Центра и выбирать, в каких из них я могу принять участие, в каких нет. И если вы сейчас обратите внимание на ссылочки, да, на конкретном мероприятии, также после мероприятия вы можете подкрепить туда видеозапись, материалы, презентации, и так далее, это очень удобно, и это останется здесь, нигде не потеряется в почте, и надо мучительно вспоминать, когда, что было, и где те презентации, которые мы скачивали все вместе. Следующий инструмент не менее важный, я его назвала так, интересно, интерактивная таблица мероприятий. Несмотря на всю прелесть календаря, в планировании еще важна очень задача, задача обратной связи от участников, и вот этой обратной связи мы смогли добиться благодаря этому инструменту. Видите, в таблице мы перечислили, если бы ее пролистать дальше, там очень много мероприятий, ну, очень много, достаточное количество мероприятий, а вот эти цветные ячейки, это фамилии тандемов, их у нас 19, тандем это пара, ну, в терминологии модели, наставничество, это вот пара наставник и наставляемый. Каждый тандем отмечает в своем столбце, какие мероприятия он сможет посетить, какие не сможет, тут же ссылочку берет, если ему необходимо, вот, потому что, ну, строго говоря, вот это сопровождение, которое у нас представлено в рамках программы наставничества, оно не является полностью обязательным, и педагоги посещают это мероприятие по своему желанию, по своим возможностям, и важно вот эту свободу сохранить, с одной стороны, с другой стороны, мы всегда должны знать, сколько людей будет присутствовать на нашем мероприятии. И если представить, что перед каждым мероприятием мне нужно обзвонить нам 38 человек и уточнить, будут или не будут, да, это, наверное, ну, все силы, все силы и все вдохновение на этом и закончатся, а вот с такой таблицей это, ну, гораздо упрощает работу, и самое главное, что это удобно и для самих педагогов, потому что они тоже записывают информацию, куда-то ее сохраняют, а потом многие не могут найти, где же это было, то ли в разговоре я это слышал, да, то ли куда-то записал, не могу вспомнить ни время, и надо опять же звонить, уточнять, или где-то ее искать, вот, а так мы уже практически все привыкли вот к этой одной точке доступа, где вся информация размещается, и это экономит, значительно экономит время и ресурсы. Также в модели есть такой термин, как маршрут наставничества, и вот идейно он нам показался очень удачным, поскольку наставничество – это неформальное образование, и в паре не подразумевает наличие какого-то учебного плана и прописанных заранее результатов, то есть это немножко другой вид образования. И мы решили, что для наших тандемов мы можем предложить такую форму, как совместный документ. В данном случае таблица, в которой участники программы могут вести такой краткий дневник своих встреч, делиться ссылками, молодые специалисты могут задавать какие-либо вопросы, которые их интересуют. Ну вот, шапочку мы, конечно, им дали, да, белая строка в этой таблице, видите. А дальше уже вот пример конкретного маршрута, который был разработан в процессе доставничества за эти 4 месяца. И коллеги, значит, здесь оставляют все свои цифровые следы, скажем так, своего взаимодействия. И что вот здесь удобно? Доступ к такой таблице есть у меня как у куратора и у самой этой пары тандемов. Этот инструмент уже из инструмента когда-то планирования перешел в инструмент организации, уже даже контроля и анализа. Потому что они отмечают здесь и свои встречи, и свои какие-то задания. В общем, все активности, которые есть в их тандеме, они здесь отражены. Также на вкладках вы видите портфолио наставника, да, и запросы наставляемого, что тоже соответствует, в общем-то, такому условному протоколу модели наставничества. Итак, на этом я, наверное, буду переходить уже ко второй функции, функции организации. И вот если снова вернуться к тексту модели, да, отмечу, что одной из задач является создание неформальных эффективно действующих сообществ. Сообществ наставников, сообществ молодых специалистов, сообществ благодарных выпускников. И функции организации я, наверное, начну с самой главной, на мой взгляд, задачи куратора. Это организация единого информационного пространства для всех участников программы. Ну, чтобы создать сообщество, да, необходимо, чтобы у этого сообщества было какое-то, ну, как минимум, какое-то место, да. Вот. А и для нас таким выходом вот в этот пандемийный год, да, во всех этих условиях запретов многих, стала группа, вот так называемое сообщество ВКонтакте, группу, которую мы разработали. Сейчас в ней 59 человек, это почти половина нашего педагогического состава, которые имеют отношение к программе наставничества. Я не буду подробно останавливаться на этом инструменте, да, вот, кстати, обращу ваше внимание еще, видите, в ссылочках, да, вот тот самый календарь мероприятий и все важные ссылки, что тоже очень удобно, потому что вот это сообщество, оно действует тоже как точка доступа, где всю информацию можно получить. Ну, практически в любой момент, да, 24 на 7. Не буду подробно останавливаться здесь, ну, это, ну, наверное, один из самых известных цифровых инструментов, просто отмечу еще раз, что с точки зрения информирования, это, наверное, один из самых удобных и быстрых вариантов, когда вы можете тут же разместить заявку, да, на участие в каком-либо мероприятии, организовать голосование и так далее, прикрепить какие-то ссылочки или прикрепить материалы после мероприятия. И у педагогов они не потеряются, вот, и они будут видны, и можно будет быстренько по стене пролистать и посмотреть, где что, когда проходило, вот, что-то в памяти своей восполнить. Также, что еще отмечу, что старым добрым чатом никто из нас не пренебрегал, его главная задача оперативное информирование и какие-либо форс-мажоры тоже никто не отменял. Для оператора не так страшно, наверное, дублирование информации, даже если вдруг оно случится, да, и в чате, и в группе, как тот вариант, когда люди останутся вообще без нее, и время будет упущено, они не смогут там попасть на какое-либо мероприятие или что-то, в общем, что-то пойдет не так. Вот в этом случае это, конечно, организационная ошибка, которая, ну, не то чтобы непростительная, но лучше таких вещей избегать. Вот, понятно, что мы все стремимся к золотому балансу. Также я еще бы хотела остановиться на важных инструментах организации, именно вот функции организации, да, это видеоконференц-связь, вот любые инструменты, их сейчас так много, и обзоров на них тоже очень много, даже на нашем сайте, на нашем сайте вы сможете найти текстовые и видеоинструкции, я думаю, что в каждом образовательном учреждении, каждая методическая служба уже просто считает своим долгом и обязанностью написать свою собственную инструкцию, вот, и это здорово, это хорошо, поэтому тут, наверное, ну, скажем так, для справки о них упомянуть нужно, поэтому выбирайте, какая вам больше всего понравится, и к той, которой будет у вас организован доступ по всей образовательной организации. А мы долго ли, коротко ли уже подходим к третьей функции, это контроль, и с точки зрения контроля, я бы хотела упомянуть о том, что вот в рамках этой программы куратор, ну, просто обязан проводить мониторинги эффективности реализации программы, и вот эту обязанность я себе сейчас уже не могу представить без Google Form, потому что это позволяет очень быстро и качественно собрать всю необходимую информацию, а потом грамотно ее проанализировать. Дополнением, конечно же, к этому станут сервисы ВКонтакте, пожалуйста, хотите в обсуждениях, хотите, вот, да, это просто из практики из нашей, что можно по-разному это делать, но можно через запросы, вот, но удобнее всего, наверное, договориться о каком-то одном, ну, максимум двух вариантах, чтобы не было такого большого разнообразия, в котором уже и куратор, и сами участники начнут путаться. Ну что ж, на этом мой краткий обзор закончен, и в завершении я хотела бы остановить ваше внимание на нескольких принципах, что немаловажно, использование, да, и внедрение цифровых инструментов, вот, во-первых, это полезность, это формирование новых возможностей или снижение трудозатрат, трудозатрат участников программы, да, за счет внедрения вот этих вот цифровых инструментов, если вы понимаете, что внедряете работу становится только больше, и нужно заполнить теперь там, там и там, то вот, наверное, это не совсем тот инструмент, который вам нужен, смело от него отказывайтесь и ищите свое полезное для вас, чтобы именно вы и именно ваши участники говорили, что, да, действительно признавали эту полезность, субъективную, вот, на свой взгляд. Достаточность. Это про способность инструмента решать те функции, для которых вы его внедряете, отсутствие неоправданных издержек на сопровождение. Про доступность. Использовать те инструменты, которые могут быть использованы в образовательных организациях, то есть, если вы подозреваете, что этот инструмент, ну, вот, сейчас идет тенденция, да, к использованию только русских инструментов, российского производства, вот, то, наверное, в первую очередь свой взгляд нужно на них и обратить. Единство. Использование в единой образовательной технологической логике, да, различных цифровых технологий всеми участниками процесса, потому что, ну, вот, я немножко уже об этом сказала, что будет такое слишком, слишком большое разнообразие, которое уже будет запутывать, чем помогать. Вот. Ну, и учитывая все эти принципы, да, можно уже тогда смело смотреть на критерии успеха. Если вы понимаете, что действительно идет сокращение времени на рутинные операции, если вы делаете это быстрее, если идет снижение интенсивности документа оборота, то есть мы можем не 15 отчетов сделать, а хотя бы 10, это уже хорошо, и рост количества участников, добровольно использующих вот эти цифровые инструменты. То есть идет вовлечение всех участников программы, да, и они уже понимают, что, да, действительно это полезно, используют это. Ну, и самое, наверное, здоровское, когда они переносят это в свою педагогическую работу, то есть тогда еще участие в программе становится технологически полезным для них, не обретают новые инструменты для своей непосредственной педагогической работы. Ну, вот на этом все. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч! Добрый день, уважаемые коллеги! Я методист и педагог дополнительного образования, преподаю инструментальное музицирование и сальфеджио в хоровой студии Камертон. Я хочу вам рассказать о пионе индивидуальном образовательном маршруте, который был разработан для работы педагогов с одаренными детьми и детьми с клонами к одаренности. Хочу начать с того, что работа с одаренными детьми ведется в нашем дворце уже много лет. Перед вами он, который был разработан методистами для появления новых электронных документов. Вы видите, что этот документ в формате Microsoft Word. В него входила следующая информация. Характеристика индивидуальных особенностей личности ребенка. Описание его интересов. Характеристика учащегося в познавательной и мотивационной творческой и лидерской областях. А также отзывы и пожелания родителей, рекомендации психолога и аналитическая справка, которую заполнял педагог в конце учебного года. К ПИОму обязательно прикладывались грамоты, дипломы ребенка, отзывы экспертов и другие документы, которые подтверждали способности ребенка и его одарение. Данный ИОМ заполнялся, как обычный документ в формате Word. Многие педагоги и родители заполняли его от руки. И, как вы понимаете, это было не очень удобно. Все документы, которые прикладывались к ИОМу, надо было либо хранить в отдельной электронной папке, либо распечатывать и прикладывать к распечатанному ИОМу. Альтернативой этому документу явился новый электронный ИОМ, созданный в формате документов Google. Предлагаю вам с ним познакомиться. На моем рабочем Google Диске для каждого педагога, который занимается с одаренными детьми, создана электронная папка. Сейчас перед вами образец. В ней документы делятся еще на две папки. Первая – это материалы учащихся, вторая – рабочая папка педагога. В папке «Материалы учащихся» размещаются все документы, которые касаются одаренного ребенка. Здесь находится стартовая характеристика ученика. В начале работы с этим ребенком педагог заполняет на него вот такую характеристику. В ней указутся основные данные, интересы ребенка, характеристика личностных особенностей, пожелания родителей. В этой же папке размещаются документы, которые характеризуют вашего ученика как одаренных. Это достижения ребенка. В данном случае это просто образцы диплома грамота. Вы же размещаете те достижения ребенка, которыми он награжден. Это дипломы, грамоты благодарности в каких-то мероприятиях. Также отзывы и другие документы, которые будут непосредственно касаться данного ученика. Все представленные документы прикрепляются к вашему электронному биому с помощью ссылок. Немного позднее вы увидите, как это выглядит. Предлагаю вам посмотреть вторую папку. Это рабочая папка педагога. В ней находятся две Google-формы и электронный меню. Google-форма – это небольшие тесты, самоанализ ребенка и логзепрозиции. Вопросы в ней несложные и интересные. Подобраны с искренним желанием узнать, что устраивать детей и родителей в образовательном и воспитательном процессе. А что им хотелось бы усовершенствовать и поднять на более высокий уровень. Вот сейчас перед вами самоанализ ребенка. Форма небольшая и заполняется очень быстро и легко. Вторая форма – это логзепрозиции. Каждый из нас уже знаком с Google-формами, они просты в использовании. Форму не надо скачивать, пересылать и ждать ответа по почте. Форма хранится в облаке и доступна 24 часа в сутки. Достаточно просто отправить ссылку на нее тем людям, от которых вам нужна информация. Получив ссылку, родители и учащиеся смогут быстро ответить на вопросы. Вот сейчас перед вами форма отзыва традиций. Тоже, в общем-то, она несложная и традиция с удовольствием выстрелы заполнена. Следующий документ в рабочей папке «Педагога» – это электронный ИОМ. Как вы видите, этот документ по содержанию очень похож на прежний ИОМ, который был раньше в формате Word. Он также включает в себя основные данные о ребенке. Но главное его отличие в том, что к нему можно прикрепить с помощью ссылок много дополнительных документов, которые будут характеризовать вашего одаренного ученика с разных сторон. Под ссылочки, видите, они засвечиваются синим. Причем этих ссылок может быть неограниченное количество. Это очень удобно для просмотра документа и работы с ним, поскольку все необходимые материалы находятся в одном месте. Их не надо выискивать, и они не потеряются. Посмотрите, пожалуйста, стартовая характеристика учащихся, которая находится в папке материала учащихся, прикреплена в ИОМе с помощью ссылки. Как видите, это очень удобно. Документ получается лаконичным, но вместе с тем не наполнен. Если вам необходимо посмотреть характеристики, вы ее откроете, и это не займет много времени, вот как сейчас я это сделаю. Что же касается представленных ранее Google форм, самоанализ ребенка и отзыв родителей. Они также прикреплены ссылками в разделе «Отзывы и результаты работы». В нашем случае это еще не заполненные примеры. Ваши таблицы, они будут нести определенную информацию. На мой взгляд, данный документ более информативен, в нем хорошо можно проследить процесс работы педагога-сучеников. Так как в таблице включены такие пункты, как деятельность педагога и материалы для работы. С их помощью вы можете увидеть, каким образом педагог добивался высоких результатов, какие инструменты он использовал в своей работе. Вот, например, давайте рассмотрим первую задачу на развитие музыкальных способностей. И как результат, это будут высоты достижения награды на конкурсах и фестивалях. Я тоже здесь поставлю надразительными. Мероприятие для развития одаренности вы можете прикрепить с помощью таких же ссылок кота и видеоматериалы, значимых для вас и вашего ученика событий. Надо сказать, что на диск вы можете загрузить любые документы и материалы и работать над ними в облачном хранилище. Также документы можно выгрузить на компьютер в любом доступном формате – в Word, в Excel и в поддале. Одно из самых больших достоинств Google Документов состоит в том, что все изменения, которые вы вносите в процессе работы, постоянно сохраняются. Ваши файлы защищены. Вам не надо бесконечно отправлять документы по электронной почте. С помощью параметров вы можете предоставить доступ тем людям, кому это необходимо. Педагоги нашего дворца, которые ведут работу с одаренными письмиками и работают с новым ИОМом, отмечают легкость и удобство его заполнения, а также большую экономию времени. В конце своего выступления еще раз хочу подчеркнуть, что основной плюс электронного ИОМа – это его информативность. И что очень важно – это легкость нахождения нужной вам информации. Надеемся, что наши методические находки помогут вам найти свои. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня я расскажу о нашем опыте создания цифровой информационно-образовательной среды для педагогов, ключевую роль в которой играет наш образовательный портал EduHacks. Особое внимание в своем выступлении я уделю цифровому методическому кабинету как современному инструменту информационно-методической работы. Наш дворец уже имеет некоторый опыт создания таких инструментов. С 2018 года мы создаем цифровые методические кейсы. На слайде представлены два вида таких кейсов. Первый представляет собой комплекс всех видов материалов для реализации программы, а второй кейс – это навигатор для участников конкурсов педагогического мастерства. Это был довольно успешный опыт. Такой инструмент показал свою эффективность, он оказался очень удобным, интересным, и он обладает рядом преимуществ, которые вы видите на слайде. Со временем у нас возникло необходимость создания такой площадки, где мы могли бы делиться актуальной информацией и полезными ссылками с педагогами, сформировать некое профессионально-педагогическое сообщество. Так, в конце 2018 года мы создали такую площадку, группу ВКонтакте «Методическая служба ДДЮД», которая сейчас насчитывает более 260 участников. Это педагогические работники не только нашего дворца, но и Санкт-Петербурга и других городов России. В группе мы освещаем внутренние и внешние педагогические события, делимся различной полезной информацией, какими-то обучающими материалами, и, конечно же, презентуем нашу деятельность, деятельность методической службы. Она позволяет нам размещать, структурировать, закреплять какую-то информацию, чтобы ей легко и быстро можно было воспользоваться. И хотя группа сейчас довольно успешна, в какой-то момент мы поняли, что нужно продолжать расширять деятельность данного направления, предоставляя педагогам больше возможностей для профессионального роста. Соответственно, нужно было разработать такой инструмент, такую платформу, которая предоставляла бы нам более широкие возможности, чем группа ВКонтакте, и была бы под нашим управлением, чтобы мы могли самостоятельно определять интерфейс и задавать структуру. В середине 2019 года мы создали образовательный портал для педагогов под названием EduHacks. В названии соединились слова Education, образование, и лайфхак. И получился такой образовательный лайфхак. Это банк полезных материалов, уже отобранной и структурированной информацией, которая может помочь педагогам в работе, на котором есть возможность не только знакомиться с какими-то готовыми материалами, но и размещать свои. То есть, в то же время, это и площадка для представления опыта. Портал содержит три основных раздела. Педагог и дети, все, что касается работы с детьми, проведения занятий, разработки и реализации программы. Педагог и родители, материалы по работе с родителями. И педагог к педагогу. Это скорее такой методический блок, где можно почерпнуть какие-то идеи, обучиться новому и поделиться своим опытом. Наиболее актуальные страницы мы выносим сразу на главную. Например, дистанционная поддержка. Или проектирование кейсов. Отдельным блоком идет наш цифровой методический кабинет, созданный на базе этого портала. Но о нем мы подробнее поговорим немного позже. Мы старались сделать портал максимально удобным и в то же время привлекательным по дизайну. При разработке портала ориентировались на современные тенденции, придерживались принципов, представленных на слайде. Итак, переходим к цифровому методическому кабинету. В августе 2020 года мы презентовали цифровой методический кабинет педагога ДДЮД. Это была такая давняя идея, и наконец-то мы нашли возможность для ее реализации. Он создан на базе портала Etuhax. На этой же платформе, только страница кабинета отличается тем, что она под паролем. Соответственно, доступ к ней есть только у наших педагогов. В цифровом методическом кабинете размещены необходимые в работе документы, инструкции, шаблоны и формы. Для удобства все материалы сгруппированы по тематическим блокам. В разделах можно найти нормативные документы, полезные материалы, различные подборки, записи вебинаров, а также познакомиться с опытом коллег. Сейчас я покажу вам некоторые разделы. Например, раздел «Документы под ООП». Как видите, здесь есть разные методические материалы, аннотация, чек-лист для самопроверки, а также вынесена целая отдельная страница по работе с программой. Она общедоступна. И перейдя на нее, мы можем выбрать интересующий раздел программы, например, оценочные и методические материалы, скачать формы, бланки, а также познакомиться с памяткой и примерами их заполнения. В разделе «Организационные документы» размещены материалы, необходимые педагогу в текущей работе. Это памятки по заполнению журналов, формы заявлений, образцы листов регистрации, формы для работы с сайтом дворца, материалы по работе с одаренными детьми и многое-многое другое. В разделе «Методические материалы» мы разместили, например, страницу по дистанционной поддержке образовательного процесса, страницу с обучающими материалами. Здесь можно выбрать рубрики и посмотреть записи вебинаров, лекций, различных видеоуроков, страницы с материалами, прошедших педагогических событий, где можно скачать материалы, программки мероприятий, посмотреть отчет. Можно отдельно выносить какие-то актуальные на сегодняшний день материалы, как мы сделали с памяткой по онлайн-собранию, ну и множество других полезных материалов, например, бесплатные онлайн-курсы для педагогов. Здесь мы размещаем информацию о различных педагогических событиях, в которых можно принять участие. Мы разделили их по уровням, можно выбрать интересующий уровень и познакомиться с информационными письмами. Отдельно мы вынесли информацию по нашим внутренним конкурсам, поскольку в каждом из них мы для удобства создаем свою страничку на портале. Также здесь есть расписание курсов, ссылка на наш гугл-календарь, ну и так далее. Как видите, материалов довольно много, я бегло показала вам только 4 раздела. Безусловно, к интерфейсу кабинета и его разделам нужно немного привыкнуть, разобраться, чтобы быстро там ориентироваться. И для того, чтобы не просматривать все материалы в поисках нужного, в каждом разделе есть вот такая аннотация, где перечислены его основные составляющие. Это помогает сэкономить время при поиске нужной информации. Первое время после создания кабинета материалы, конечно же, очень часто дополнялись, редактировались. И для удобства оповещения об этих обновлениях, знакомства с ними, мы создали телеграм-канал «Методические новости». Впоследствии мы стали освещать там не только эти обновления, но и какие-то наши оперативные методические новости. Все это в совокупности. Наша группа ВКонтакте, портал «Адухак» вместе с цифровым методическим кабинетом, телеграм-канал, все это образует нашу информационно-образовательную среду для педагогов, которая предоставляет нам множество возможностей. И первое из них – это, конечно же, экономия времени. Ведь материалы уже структурированы, то есть на их поиск тратится меньше времени. Если говорить о цифровом кабинете, то это вообще такая копилка материалов на одной большой странице, которая уже систематизирована. Также здесь много возможностей для презентации нашей деятельности, ну и некой минимизации методических усилий. И такие инструменты, они во многом облегчают и нашу работу тоже. Ну и, конечно же, совершенствование компетенции педагогов, множество возможностей для самообразования, распространения передового педагогического опыта. Конечно же, в процессе создания такой среды, а ведь мы еще формируем ее, то есть находимся на этапе формирования, мне обходится без сложностей. Систематизация, оформление материалов, разработка структуры инструментов, их дизайна – это сложности, которые нам уже удалось преодолеть. И сейчас основная наша задача – это продвижение наших площадок, и над этой задачей мы активно работаем. Наши образовательные порталы Духакс, а, соответственно, и цифровой методический кабинет педагога, созданы с помощью конструктора сайтов Тильда. Я уже записывала небольшой обзор функций и возможностей Тильда с некоторыми инструкциями в рамках одного из обучающих вебинаров, ссылка на него есть в описании. Тильда позволяет отслеживать статистику созданного сайта и его страниц. Мы видим, что портал довольно посещаемый, можем посмотреть количество просмотров по дням, а также увидеть наиболее популярные страницы. В данном случае самые посещаемые страницы – это главная страница сайта, насыщенная материалами страница по дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей программе, и страница цифрового методического кабинета педагога-дворца. Для того, чтобы узнать мнение самих педагогов относительно полезности и удобства использования цифрового кабинета, мы провели исследование. Далее я познакомлю вас с его основными результатами. Большинство педагогов узнали о цифровом методическом кабинете в рамках наших традиционных мероприятий в преддверии нового учебного года, а также от заведующих отделами. Большая часть использует цифровой методический кабинет несколько раз в месяц, и больше половины опрошенных сохранили адрес этой страницы в закладке. По результатам опроса больше всего в работе цифрового методического кабинета педагогам нравится представленная информация и материалы, дизайн кабинета, удобство навигации и быстрота доступа к материалам. Чаще всего педагоги обращаются к таким разделам, как документы по программе, актуальные мероприятия для педагогов, организационные документы и презентационные материалы. В то же время наиболее актуальными для педагогов оказались примерно те же разделы с небольшим расхождением, а также здесь на втором месте появился раздел методические материалы. Такие соотношения между часто используемыми и наиболее актуальными разделами позволяют нам сделать вывод о соответствии материалов целевому запросу педагогов. Большинству педагогов удается без затруднений найти нужную информацию. По мнению 44% цифровой кабинет упростил решение многих вопросов, но по некоторым вопросам по-прежнему требуются консультации. При этом 28% педагогов ответили, что им ближе такое утверждение. Цифровой кабинет во многом упростил решение большинства вопросов, консультации требуются реже. И, наконец, основные преимущества цифрового методического кабинета, по мнению опрошенных, это возможность использования информации в любое удобное время, экономия времени и возможность дистанционного решения вопросов. В целом же по результатам опроса можно сделать вывод об успешности внедрения цифрового методического кабинета педагога ДДЮД. Таким образом, наш образовательный портал, как важная составляющая информационно-образовательной среды для педагогов, дает множество возможностей для всех категорий педагогических работников. Среди них повышение квалификации, обмен опытом, оптимизация процессов, экономия времени и ресурсов и многое другое. Если говорить о наших перспективах для развития, то для себя мы видим их в большем использовании возможностей портала как площадки представления опыта, на которой педагоги будут более активно представлять свои идеи и наработки. Мы будем продолжать активно работать над развитием этого направления и всегда рады сотрудничеству. Наши контакты вы видите на слайде. Благодарю за внимание.